Вас не проводила вебинары касательно именно целей. И хочу до вас донести, что если вы грамотно, правильно будете составлять свой список целей, это станет вашим сценарием жизни. Как это стало у меня? Итак, самый главный вопрос, который надо задать самому себе. Каждый из вас сейчас задайте себе вопрос «Зачем я здесь?» «Зачем я здесь?» «Зачем я в этом проекте?» «Зачем я в Арифлейм?» «Цель моей работы?» Запишите ее себе в блокнот. Вот прямо сейчас. Я у вас не зря спросила, да, у вас есть ручки, блокнотики перед началом вебинара. Не надо мне ее озвучивать, просто ее озвучите для себя. Вот прямо сейчас пишите «Зачем вы здесь?» «Зачем вы здесь?» И потом, когда написали, поставьте мне восклицательный знак в чат, чтобы я увидела, чтобы я понимала, что вы реально знаете, зачем вы здесь. Что вы быстро-быстро, уже у вас это в голове цель сидит, и вы быстро сейчас за секунду ее написали и уже поставили мне восклицательный знак. Вы не сидите, не раздумывайте, а зачем же правда я здесь? А вы четко знаете хотя бы одну, да, чтобы время не задерживать. Отлично. Отлично. Обязательно прописывайте свои цели. Обязательно, да, вот как здесь на картинке, нашла такую картинку интересную в интернете, цели надо записывать. На самом деле это так и есть. Кто-то говорит, я все свои цели знаю, я все их в голове представляю, визуализирую, я знаю, чего я хочу, я знаю, чего я желаю. Это все здорово и правильно, что вы визуализируете, представляете, но очень-очень много есть различных книжек, советов, видео по постановке целей, по правильному планированию, и в большинстве из них говорится о том, что цели нужно прописывать прямо на бумаге. Когда вы прописываете, это уже откладывается в вашем подсознании, и уже такой идет сигнал. А когда вы эти цели потом постоянно перечитываете, как аффирмации, это идет еще двойной сигнал, тройной сигнал и так далее, и так далее. И это действительно начинает намного быстрее приходить в вашу жизнь. Сейчас будет для вас упражнение. Шалпан, по поводу твоего вопроса. Сегодня вебинар на тему постановки целей. Я еще раз озвучу, что я сегодня не буду обучать вас рекрутированию. Мы сегодня учимся ставить цели, потому что это очень важно в нашем бизнесе. Мне важно, чтобы вы понимали, зачем вы сюда пришли и что вам нужно делать. Дальше я вам буду объяснять, как правильно ставить планы. Если вы хотите, например, купить себе холодильник или купить себе квартиру. То есть очень многие давно меня просили, Лен, расскажи, покажи, как правильно, да, скажите мне, плюсики поставьте. Меня просили, как правильно запланировать свой рост, какое звание поставить, чтобы запланировать покупку там себе, допустим, квартиры через 5 лет. Я сегодня вам постараюсь показать на простом примере и надеюсь, что вам будет это все понятно. На самом деле все это очень легко и просто. Итак, сейчас упражнение. Представьте себе, что вы зарабатываете в месяц 10 тысяч долларов. Только реально представьте. Вот каждый сейчас сидите и представляете, что вы реально зарабатываете в месяц 10 тысяч долларов. Представили? Можете мне там что-то писать в чате? Вы зарабатываете 10 тысяч долларов. Вот прямо ощутите себя, что вы получаете, снимаете эти деньги. Теперь подумайте, чем бы вы занимались, если бы у вас был такой доход каждый месяц. Реально задумайтесь. Каждый месяц вы получаете такой доход. Чем бы вы занимались? Какие люди бы вас окружали? Куда бы вы ездили отдыхать? Где бы вы жили? На каком транспорте вы бы передвигались? Каждый месяц вы зарабатываете 10 тысяч долларов. Я не стала ставить большие цифры, ну так, средние, да, чтобы вы все-таки могли представить. Как вам эти ощущения? Вы мечтаете? Где вы будете ездить? Какие люди будут вас окружать? На чем будете ездить? Где будете путешествовать? Где будете жить? Где будете отдыхать? Как будете отдыхать? С кем будете отдыхать? Ощущения? Ощущения какие у вас? Помечтайте, фантазируйте, вот увидьте это все как можно ярче. Убирайте логику, у меня нет на это денег, там, что за фигню она говорит, что мне это представлять, расскажи, как зарабатывать там 50 тысяч и так далее. Убирайте вот это вот все, убирайте свои стереотипы, убирайте логику, просто то, что я вам сейчас говорю, представляете, что вы каждый месяц зарабатываете такие деньги. И куда вы их будете тратить, как вы будете жить, как вы будете одеваться, в какие салоны вы будете ходить, что вы будете посещать, чем вы будете увлекаться, чем вы будете заниматься. Представляете, представляете, чем ярче, чем мощнее вы будете вот это фантазировать, представлять, визуализировать в своей голове, это здорово, что мурашки по коже, тем лучше. Я хочу, чтобы вот это чувство вы сейчас, кто действительно визуализировал, запоминал, вы себе запомнили, запомнили, и когда у вас что-то будет не получаться в этом бизнесе, а я вам могу сказать, что в этом бизнесе будет многое не получаться, потому что это бизнес, и бизнес никогда не идет просто по щелчку пальца, всегда есть и взлеты, и падения, и остановки, и передышки, и еще что-то. Я хочу, чтобы в такие моменты вы вспоминали вот это самое чувство, закрывали глаза и снова визуализировали себе то, что вы сейчас себе провизуализировали. Договорились с вами? Договорились? Потому что такие моменты будут, и вы должны себе напоминать, зачем вы здесь, вы должны себе напоминать, для чего вы здесь, какова ваша цель. А цель – это то, что вы сейчас представили. И если вы будете себя возвращать в свои мечты, в свои цели, у вас будет подниматься настроение, у вас будет подниматься мотивация, у вас будет снова позитив, энергия идти дальше, двигаться и развиваться. Хорошее упражнение, я с вами вместе представила. Об этом не все верят. Вот ваша задача – это не просто знать, но и в это поверить, действительно в это поверить. Вы не представляете, какую мощную силу дает наше подсознание. Наше подсознание – это все. Если у вас в подсознании вы сами заселяете себе таракан, что все, я не смогу, это не мое, все, у вас действительно, вы уйдете отсюда. Если вы себе в подсознание закладываете другие мысли, другие идеи, держите другой фокус, то это дает вам силы, это дает вам идеи, это дает вам новых людей, это дает вам новых партнеров, новых лидеров. И вы с ними делаете звание и, соответственно, улучшаете качество своей жизни. Я хочу, чтобы вы понимали очень простую вещь, что в нашей жизни все желания исполняются. Главное – поставить цель. Нет недостижимых целей. Поймите это, примите это и поверьте в это, что нет недостижимых целей. Даже если вы сейчас мечтаете, что вы будете, я не знаю, ужинать где-то, вернее, завтракать там, допустим, в Доминикане, обедать там, допустим, на Бали в этот же день, а ужины там, допустим, на каких-нибудь Багамских островах, это тоже реально. Есть люди, которые так живут, которые зарабатывают такие деньги, и которые действительно так проводят дни, у которых есть частные самолеты, и которые вот так вот катаются, путешествуют. Это все реально. Эхо? У всех эхо? Напишите, пожалуйста. Это все реально. Просто не нужно ставить себе установок, что вы не такой, как они. Не нужно ставить себе установок, что у вас не получится, что у вас для этого нет возможностей. Возможности есть. Ну, это у меня, возможно, что-то с микрофоном. Возможности есть. Возможности – это наш проект. На лестнице успеха, если вы посмотрите, можно разогнаться абсолютно каждому, абсолютно каждому здесь можно разогнаться, и что там у меня с голосом тормозит? Не знаю, что-то с микрофоном, главное, чтобы было слышно. Слушайте так, и если вот так подальше поставлю, будет эхо, скажите, вот так сейчас буду говорить, все в порядке, все в порядке, все нормально. Если микрофон подальше эхо есть, чуть-чуть, давайте еще подальше поставлю, вот так, теперь тихо, ну вот, видите, не слышно, ну все, тогда терпите, с микрофоном что-то. Итак, с чего нужно начинать при постановке целей? Научиться мечтать, научиться мечтать, да, нужно научиться мечтать, нужно расслабиться, включить музыку, чтобы вам никто не мешал. Вспомните все, что вы когда-то хотели в жизни, и все, что хотите сейчас, и начните записывать это все на бумагу, это очень и очень важно. Да? Вот просто можете после планерки, когда у вас детки уснут, еще что-то, включить себе, правда, музыку, потихонечку, либо через наушники, и вспомнить абсолютно все, что вы хотели когда-либо в жизни, или все, что вы хотите сейчас, и записывать это себе. Не бойтесь этого, не пугайтесь этого, пишите. Я по своей натуре очень амбициозный человек. Вот те люди, которые меня знают, еще знали до проекта, да, то есть мои друзья, подруги, которые в этом проекте, они не дадут соврать, что я действительно такой упертый и амбициозный человек. Да, у меня не все получалось в жизни, но тем не менее, если у меня просто что-то вот в голову взбредет, я обязательно к этому буду идти, я очень упертая, сама вот натура у меня такая. Поэтому я вам желаю, чтобы вы себе, у кого нет этой упертости, вы ее развивали. В нашем бизнесе это очень важно. Вот просто, знаете, как упереться, вот себе цель поставить, принять, понять, поверить, что вы это сможете, и идти. Вот как, не знаю, как сказать еще, да, как рогами бык упирается, вот так и вы уперлись, и идете, идете, идете. Что-то не получается, вдохновились, представили, провизуализировали, ну, и потом к работе вернулись, да, какие-то ошибки там пересмотрели, возможно, анализ какой-то сделали, что-то новенькое внедрили, да, и пошли дальше работать. Здорово, как танк, вот точно на сгут. Какие цели должны быть? Цели должны быть позитивные. Очень важно правильно писать цели. Очень правильно, правильно писать цели. Вы должны писать их в позитиве. Частица «не» не должна употребляться. Например, смотрите, результат в ваших целях должен зависеть от вас, поэтому цели нужно записывать очень правильно. Пример. Я хочу, чтобы мой сын поступил в институт. Или я заработала деньги для обучения моего сына. Скажите, какая цель, первая или вторая правильная? Я хочу, чтобы мой сын поступил в институт. Вы можете сейчас, допустим, открыть, да, и писать свои цели, как я вам сказала, написать. Я хочу, чтобы там моя дочь в будущем обучалась там в каком-нибудь Гарвардском университете. Да? Вы действительно этого хотите? Казалось бы, цель. Да. Но правильная постановка именно во втором случае. То есть вы должны писать себе не просто «я хочу, чтобы моя дочь или мой сынок там где-то там учился, кто-то купил», или «я хочу себе там машину». А вы пишите «я заработала деньги для обучения моего сына в таком-то университете». И можете прям прописать, какая сумма для этого нужна. «Я заработала деньги, купила машину такой-то стоимостью, такой-то цвет, такая-то марка, то-то, то-то, все, как вы хотите». Понимаете сейчас? Потому что цели – это очень важно правильно прописывать. Цели не должны другим, вредить другим людям. То есть вы не должны, вот всегда, когда цели прописываете, перечитываете, чтобы они никак не задевали других людей, потому что это сила мысли. Цели должны быть конкретными. Когда и сколько? Вот как я вам сейчас привела пример. То есть сколько? Сколько вам вы заработаете денег, чтобы купить машину? Когда? То есть к какому времени? Через год? Через два? В феврале месяце, там, я не знаю, 14 февраля на День влюбленных поставить себе срок. Дедлайн, да, это называется, срок. Либо вы ставите себе там на Новый год, либо на День рождения. То есть вы можете прям прописывать месяц и дату. И к этой дате реально стремиться выполнить эту цель. И обязательно, чтобы у каждой цели было свое денежное выражение. Поймите, если ваши цели написаны неконкретно, которые не измеряются в деньгах, это мечта. Понимаете разницу? То есть каждая ваша цель должна быть измерима в той сумме, которую она стоит, чтобы вы понимали, какое количество денег, какую сумму, вернее, вам нужно заработать, чтобы эту мечту осуществить. Чтобы это было уже не мечтой, вот тогда оно станет вашей целью. Понятно? То есть абстрактные мысли, я хочу себе коттедж на берегу моря, это абсолютно не цель. То есть непонятно, какой коттедж, непонятно, на берегу какого моря, какой двухэтажный, одноэтажный, что в нем будет, какая стоимость, в какой стране, непонятно ничего и сколько стоит. Это останется вашей мечтой. Но если вы себе напишите, я хочу, там, допустим, двухэтажный коттедж, там, допустим, на берегу Черного моря, в Сочи, в России, стоимостью такой-то, такой-то, чтобы в нем было то-то, то-то, вот это вот все, если будете прописывать, это уже будет вашей целью. И вы реально пойдете в интернет, вы начнете гуглить, вы начнете смотреть, сколько это стоит, как варьируются цены, и вы можете уже поставить себе цель. Сейчас понятно, как правильно писать? Потому что очень часто, когда вы сдаете веб-курс «Успешный старт», я вижу, что цели настолько абстрактные, которые не просто даже мечты, это просто какие-то там, вот такие вот, где-то там что-то. Поэтому я сегодня сделала специально такую планерку, чтобы у вас было меньше ошибок, и чтобы вы это понимали. Следующий момент, цели должны быть материальные, духовные, личные, семейные, относиться к здоровью и относиться к карьере. Я сейчас более подробно это покажу, потому что очень часто, вот примерно, как нужно писать, да, решите, что вы хотите, у вас должно быть все разделено, к колесу жизни, да. Что вы хотите в здоровье, что вы хотите для семьи, личной жизни, какая у вас цель, мечта, для работы, карьеры, для своего развития, обучения, для ваших финансов и быткомфорт. То есть вы можете еще что-то от себя добавить, да, может быть, там, путешествия, еще что-то, но в любом случае ваши цели, они должны подразделяться. Потому что очень часто, как у нас цели, хочу путешествовать, хочу машину, хочу квартиру, хочу там на Багамские острова, хочу там то, не знаю, английский выучить, похудеть хочу, еще что-то. То есть вот такое все написали, забыли про семью, про какие-то отношения с детьми, с ребенком, забыли о том, что здоровье надо и себе желать, и своим близким, да, и так далее, и так далее, вы понимаете, да. То есть как вы хотите развиваться, как лидер, возможно, в этом бизнесе, то есть здесь обучением, возможно, вы, может, хотите поехать там у какого-нибудь известного коуча пройти семинар, да. Почему нет? То есть вы должны об этом задумываться сейчас и вот прям в каждую графу заносить свои цели. Потому что если у вас будет просто дом, машина, там, квартира и больше ничего, но, к сожалению, не будет здоровья, или вы остановитесь в развитии, вы не будете обучаться как партнер, как лидер в этом проекте, да, то навряд ли вы будете счастливым человеком, потому что очень многое, да, зависит от денег, но, к сожалению, не все. Поэтому очень важно, чтобы вы соблюдали в каждой сфере своей жизни и думали обо всем, продумывали это все, и цели у вас были прописаны в каждой сфере жизни. Подумайте об этом сейчас в преддверии Нового года, задумывайтесь и прописывайте эти цели, это очень важно, если вы в преддверии Нового года напишите это все у себя в блокноте, поставите себе цели и будете знать, над чем вам работать, да. Да, смотрите, помимо того, что мы прописываем цели, я думаю, что все вы знаете, что у нас есть коллажи мечты. У кого есть коллажи мечты, поставьте восклицательный знак в чат или плюсик, раньше это было очень у нас актуально, мы очень часто затрагивали эту тему на вебинарах, сейчас как-то подзабыли, поэтому снова решила вам напомнить, я уверена, что сейчас плюсики поставят из тех, кто работает, наверное, уже давно, потому что раньше мы прям давали задания на марафонах, да, сделать коллаж мечты, тоже поделить по сферам, есть разные техники создания коллажей, и это действительно очень важно и нужно, потому что это как раз-таки тот ваш вдохновитель и мотиватор, потому что не всегда, когда вы напишите цели на бумагу, вы будете, когда вам будет там опускаться ручки или будет плохо, так скажем, да, не всегда вы откроете свой блокнотик и будете их перечитывать, но когда вы сделаете свой коллаж мечты и повешаете его себе на стену, вот тогда вы его всегда, он у вас будет перед глазами и вы будете его видеть, я вам рекомендую вешать на стену, никого не стесняться, никаких знакомых, родственников, которые к вам будут приходить в гости, я точно так же вешала, вот он у меня висел над кроватью, ложилась спать, вставала и каждый день перед глазами, ложусь спать, вижу, что хочу, встаю, открываю глаза, вижу, к чему я иду, к чему я стремлюсь, это уже мотивация идет на день, потому что вы всегда должны садиться с позитивом, с позитивным настроем на работу, и это помогает вот как раз-таки вот эти коллажи, вот эти наши цели, да, и смотрите, почему очень важен позитив в нашей работе, как вы думаете, позитив, ну вот такой вот самый банальный пример, многие не обращают на это внимания, опять же, чисто технически только работают, технически, да, там технический рекрутинг, регистрация и так далее, и так далее, да, в Новый год все должны сделать новый коллаж, я тоже буду его делать, сейчас продумываю, что передумываю действительно все свои планы на год, потому что очень много уже сбылось, и сейчас прям такая трудоемкая головоломка в моей голове по поводу предстоящего года нового коллажа, так вот, по поводу позитива, что хочу сказать, забываем иногда, да, быть в позитиве, на компьютере не то, делайте ручками, ручками, клеите, вырезайте, вот честно, вот когда будете журналы эти перелистывать, что-то вырезать, наклеивать, это вот прям такое воодушевление, это своими руками, и вот чтобы оно висело на стене, на компьютере, опять же, можно открыть, можно закрыть, и так, вот, например, смотрите, такой пример, вы, ну, все мы учились, да, когда-то были студентами, школьниками, очень часто, да, были такие ситуации, например, что вы проходите детей, и там стоят ваши однокурсники, ну, или знакомые, и у них там такая веселая компания, все смеются, и рядом там другая, например, стоит шайка, так скажем, людей, группа людей, да, и там, наоборот, все хмурые, какие-то унылые, грустные, психованные, вот скажите, кому вы подойдете? Кому вы подойдете? Вы, естественно, подойдете к той группе людей, которая там смеется, которая развлекается, какие-то там у них шутки, которые позитивны, но явно вы не пойдете и не подойдете тем, кто стоят нахмуренные, озлобленные, там, и так далее, да, и посмеетесь вместе, поэтому к позитивным людям всегда тянутся другие люди, к позитивным людям всегда тянутся другие люди, понимаете? Поэтому очень важно, чтобы вы сами излучали этот позитив, и как можно больше в своей жизни старались перевести в позитив и увидеть лучшую сторону, да, и на самом деле очень важно, ну, как, какой состав людей, которых вы знаете, что тех людей знаете, что тех людей знаете, вы уже сильно глубоко флора начали куда-то копать. Теперь смотрите, очень важно, когда вы работаете, да, не все тоже получается так, как вам хотелось бы, вы, если вам что-то не нравится, пытайтесь из всего найти хорошую сторону медали, возможно, вам кто-то нагрубил, там, я не знаю, оскорбил, ну, это наша такая работа, бывает, да, такое, не печальтесь из-за этого, да, не расстраивайтесь, а извлеките из этого какой-то свой опыт, и все. Просто не зацикливайтесь на этих людях, потому что, ну, обычно говорят, человек чем богат, тем он и делится, да, то есть если человек богат какими-то своими мыслями, идеями, позитивом, энергией, да, своей, то он и делится этим, и другим людям с ним приятно. Если человек этим не богат, а богат каким-то вот только секвернословием, только там обиды, чтобы делать, там, еще что-то, там, посылать куда-то, то, к сожалению, этот человек недалекий, поэтому чем он богат, тем он и делится, ну, на большее просто в жизни он пока еще не вырос, не дорос, да, интеллектуально, поэтому не стоит обижаться на таких людей, будьте выше этого, просто знайте, что вы выше этого, и все, и идите дальше заниматься своим делом. Вот такие как раз калаш мечты, вот здесь должен был стоять мой, сейчас делаю и забыла, вспомнила, хотела для вас показать, вот как раз, надо же так, надо было мне забыть-то, искала его, искала, никак не могла найти фотографии, где же мой калаш мечты, чтобы показать вам, да, что действительно цели – это сценарий нашей жизни, но я вам обязательно, кому будет интересно, я могу потом в записи вебинара скинуть свой калаш, который у меня был прошлый, и действительно, чтобы вы понимали, не просто так я сейчас говорю, садитесь, пишите себе цели, визуализируйте, представляйте, что вы эти деньги зарабатываете, да, то есть я точно так же когда-то сюда пришла, и на одном из вебинаров нам дали вот такое задание, да, сделать калаш мечты, и я думаю, блин, зачем, научите меня рекрутировать, научите меня, как деньги зарабатывать, научите меня, как делать вообще здесь, что с людьми делать, куда звать, откуда их брать, этому меня научите, зачем мне этот какой-то калаш мечты, что-то сейчас где-то журнальчики искать, что-то вырезать, доклеить, но нам говорили надо, надо, делай, делай, и вот тогда, знаете, я на самом деле даже не задумывалась, что этот калаш мечты станет действительно сценарием моей жизни, это действительно сценарий моей жизни, и на моем калаше, наверное, 80% то, что там наклеено, оно уже сбылось, там мои путешествия, там мой первый полет, тогда я еще не летала на самолете, я клеила, там наклеен, кстати, там наклеен лайнер мечты, он у нас был, лайнер, лайнер, да, круиз на лайнере, тогда была поездка, это в 2014 году, и в 2014 году была тоже эта золотая конференция на лайнере, и я тогда еще была только старшим менеджером, естественно, я туда не квалифицировалась, но когда приехали наши лидеры, которые туда квалифицировались, они показывали очень много фотографий с этого лайнера, видео, я вообще, я так хотела на этот лайнер, и я не знала вообще, что будет какая-то программа от компании снова, что снова будет лайнер на золотой конференции, но я так этого хотела, я думала, я даже свои, ну, как бы, заработаю денег, и все равно куплю себе такое путешествие, да, что мы отправимся на лайнере в путешествие, и вы представляете, я клею этот лайнер, и через какое-то там время, проходит год, по-моему, и нам объявляют, что вот в 2017 году золотая конференция будет на лайнере, и даже на двух, представляете, то есть я это клеила, зная, что этого уже не будет, ну, не будет в компании, обычно в компании конференции не повторяются, и то есть я клеила, ну, просто потому, что я очень хотела, и вселенная это притянула, понимаете? Следующий момент, там у меня наклеен дом, правда, да, там у меня наклеен дом на берегу моря, но я думаю, что это еще впереди все, вот, сейчас на данный момент пока квартира, да, дальше у меня там был наклеен банкет директоров, тогда я еще не ездила на банкет, это тоже сбылось, путешествия там, пальмы, море, еще тогда не видела, это все увидела, вместе с мужем, что мы путешествуем, это тоже осуществилось, кстати, что я стою на сцене с тремя человеками в руках, это все тоже осуществилось, что там у меня еще сбылось, что моя фотография там, вот, я очень хотела быть таким лидером, да, чтобы прямо, вот, именно моя фотография была на весь большой зал, да, на слайде, и там что-то объявляли, и говорили там про меня, ну, и сейчас вы знаете, что было очень-очень много уже таких мероприятий, да, где действительно на слайде на большом, на больших конференциях, на международных конференциях, да, стоят слайды с фотографией и приветствуют и так далее, да, и рассказывают, делимся своей историей успеха, то есть я сейчас просто навскидку вспоминаю, очень-очень много действительно сбылось, осуществилось, вот, поэтому действительно калаш на обыкновенном ватмане вырезала с обыкновенных журналов различные эти картинки и все туда клеила, свои фотографии вырезала, из старых фотографий вырезала лица и все туда клеила, вместе с мужем делали, вот, и на самом деле тогда давно вот клеили, представляли, это очень сильно хотелось, очень сильно желалось, вот, правда, я даже не знала, что это станет этапом в моей жизни и что это действительно жизнь так и будет, поэтому я вам желаю, чтобы вы не проигнорировали сегодняшние вот эти мои советы, рекомендации, а чтобы вы действительно задумались об этом в преддверии нового года, обложились журнальчиками, не делайте на компьютере, делайте именно своими руками, это очень интересно, пусть у вас целый день на это уйдет, ничего страшного, но вы четко продумаете, чего вы хотите, а потом то, что вы наклеили машину, там, квартиру, дом, путешествия, да, вы можете уже на бумаге прописать это все, через какое время вы к этому придете и какую сумму вам нужно для этого заработать, да, чтобы это осуществить, понятно? Понятно? Классно, что у вас захватывает дух, теперь мечты переводим в деньги, да, то есть мечты, это все здорово, это все классно, но нам нужно учиться их переводить в деньги и правильно ставить цели. Вот здесь показан пример, чтобы вы могли написать себе среднесрочную цель на год, да, ой, краткосрочную цель на год и не будем говорить сейчас о каких-то там, чтобы вам было более понятно, не будем говорить о каких-то целях, там, да, о покупке, покупке там жилья, покупке, ну, какого жилья я имею в виду, там, крупного, там, да, вот, ну, в принципе, по этому типу можно и жилье просчитать. Вот, просто хочу вам показать пример, более приземленный для вас всех. Например, вы захотели куда-то поехать в отпуск, на отпуск цены, конечно, везде разные, смотря куда едете, в каком отеле отдыхаете, all-inclusive или нет, да, я просто поставила приблизительную цену 500 тысяч, это, конечно, здесь может быть и миллион, может быть и полтора миллиона, да, а может быть и меньше даже, если по каким-то акциям. Ну, допустим, сделать ремонт в своей квартире, пусть еще 500 тысяч, опять же, здесь может быть разный ремонт, возможно, кому-то достаточно и 100 тысяч, а кому-то и 500 будет мало. Просто к примеру, чтобы вы понимали. Ну, допустим, купить холодильник 200 тысяч, да, итого нам нужно за год заработать 1 миллион 200 тысяч тенге. Кто из России, можете на рубли переводить, в принципе, не страшно там, да. Смотрите, теперь вы получили сумму, которая вам не, вернее, нужна не только на проживание сегодня, да, но и для улучшения качества вашей жизни завтра. То есть, понимаете, вы сейчас получили сумму просто для того, чтобы вам реально купить, там, допустим, путевку, да, путешествие, что там было, холодильник и ремонт сделать, да. Вот, но вам же при этом нужно еще одеваться, да, за весь этот год питаться, не знаю, там, что-то себе позволять, что вы позволяете, да, куда-то ходить, там, возможно, какие-то, там, коммуналки, обслуживание какое-то бытовое и так далее. То есть, очень-очень много вот повседневных расходов, которые у нас есть в нашей повседневной жизни, да. То есть, вы должны понимать, что 1 миллион 200 – это только сумма, которая у вас должна быть так в остатке, которая должна у вас лежать для покупки и осуществления того, что вы захотели. Вот, теперь смотрите, как это все делается и переводится на лестницу компании «Арифлейм». Например, ту сумму, которую вы получили, да, на год вы ставите себе эту цель. Как думаете, на год вообще нормально поставить себе цель, купить себе холодильник, например, отпуск и ремонт сделать за 500 тысяч? Я думаю, более чем, да, потому что все вы должны понимать, все взрослые люди, что, ну, как бы ставить себе на 2-3 месяца такую цель – это, конечно, ну, как бы нереально. Вот, поэтому адекватно подходим к постановке своих целей, да, то есть, мечты переводим в цели, и вы должны понимать, четко прям планировать, как это все происходит. То есть, конечно, мы хотим всего достичь быстрее, но, извините меня, у нас не 70 часов в сутках, а все-таки 24, и поэтому нужно исходить из своих возможностей все-таки. Итак, 1 миллион 200 делим на 17 каталогов, получается примерно 70 тысяч 588 тенге у нас должно оставаться, несмотря на наши нужды, в каталог, да, который вы будете откладывать на покупку и приобретение того, что мы с вами озвучили. Теперь смотрите, прибавляем сумму, необходимую для проживания. Здесь, конечно, я образно поставила 200 тысяч тенге, я на самом деле не знаю, у кого какая сумма уходит на проживание, я знаю, что она у всех разная. У кого-то 50, у кого-то 100, у кого-то 150, у кого-то 200, я, наверное, уже поставила из своих каких-то соображений. Вот, но это я вам поставила так, чтобы вы сразу уже стремились не, так скажем, не на хлебе, в молоке, в воде и масле жить, да, а чтобы вы могли себе покупать и там и продукты более высокого, хорошего качества, да, и чтобы вы могли себе ни в чем не отказывать, и одеваться, и там в гости куда-то ходить, и в кафе ходить, в рестораны ходить, и так далее, и так далее. И то, мне кажется, несмотря какой город, опять же, цена эта будет варьироваться, где-то, может быть, этих 200 тысяч будет маловато, да, согласны со мной? Ну, в принципе, так средне нормально, если вы будете там где-то на покупочки, где-то на еду, где-то на коммуналку. 200 тысяч хватает или мало? Скажите мне, дайте мне обратную связь, а то что-то молчите. Я пока водички попью. 200 тысяч – это хватает или нет? И тишина. Хватает, да? И то, значит, это мало. Значит, это мало. То есть, потому что я хотела поставить такую сумму, чтобы вам было не хватает, а так, чтобы, ну, вот прям нормально с деньгами было. Ну, ладно. Опять же, не стала ставить большие суммы, потому что не все зарабатывают 200 тысяч, да, то есть я знаю, что тут 70, 80, 100 зарабатывают, а я тут сейчас понаставлю непонятную сумму и скажу, откуда же столько. Итак, ну, тут еще зависит семья и скольки человек. Не будем в это углубляться, главное, чтобы вы поняли. Вот смотрите, теперь к этим 70 588 прибавляем те 200, которые мы оставляем на расход. У вас, получается, вам нужно зарабатывать 270 588 тенге в каталог. Если мы поделим на 21 день, который у нас в каталоге, значит, это в день 12 885 тенге. Умножаем на 30 дней в месяце. Итого вам нужно зарабатывать 386 550 в месяц. Если мы с вами пойдем и посмотрим на лестницу успеха компании «Арифлейм», то мы увидим, что в месяц средний доход 400 тысяч тенге получает старший золотой директор. Итого, ваша цель, если вы хотите за год сделать себе ремонт на 500 тысяч, куда-то сесть отдохнуть на 500 тысяч и купить холодильник за 200 тысяч, вам нужно сделать звание старшего золотого директора. Понятно изложила свою мысль? Здесь, конечно, у вас свои цели, вы подставляете свои цифры, свои просчеты, вы тут вставляете столько, сколько вы там тратите, реально, или там, может быть, кто-то 100 тысяч тратит, кто-то больше 200, да? То есть вы подставляете свои цифры, я вам показала пример. Вот именно исходя из этого, именно исходя из этого, вы должны писать свои цели и планы. Понятно? Потому что, когда вы заканчиваете веб-курс «Успешный старт», многие пишут «Хочу стать директором», «Хочу стать золотым». Говорят, что такое золотой директор? Не знаю, говорит. Ну как, блин? Ну как, не знаю. А зачем ты цель тогда такую ставишь? Иди заново смотри. Многие девочки сейчас, да, наверное, даже есть на этом вебинаре, у меня, наверное, человек 10 на пятом занятии, которые я не принимаю. Потому что цели поставлены неправильно. Я не могу человека дальше отпустить, потому что я понимаю, что он просто услышал, что золотой директор – это классно, это можно путешествовать, это примерно вот такой доход. А что нужно сделать, чтобы прийти к этому золотому директору? Не знаем. Поэтому вы должны изучать еще и помимо этого маркетинг-план, чтобы четко понимать, какой товарооборот на каком уровне создается. Вот скажите мне, старший золотой директор – это что? Что это? Давайте ваше знание маркетинг-плана проверим. Чтобы быть старшим золотым директором, что нужно сделать? Чтобы стать старшим золотым директором, что нужно сделать? Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Это как-то… Ой, мамочки мои родные. Вай-вай-вай-вай-вай. Так, директора вы видите, да? Не зря я вам говорила, что маркетинг-план у нас хромает, и срочно нужно включать эти вебинары. Чуйка у меня, значит, правильная. Остальные почему не пишем? Я жду. Пишите. Что такое старший золотой директор? А что другие больше никто не пишет? Боитесь? Так, ну все, отлично. Итак, нет, я не обиделась. У меня нет такой привычки. Итак, что такое старший золотой директор? Еще раз давайте, да? Кто там вообще зашел под словом вебинар? Под своей фамилией, именем нужно заходить. Что такое 3,22% группы? Поскольку они будут товарооборота? Ну, вы сейчас, наверное, уже посовещались, посмотрели, пока я уходила. А так-то я тут видела ваши ответы. Две группы, одна группа и 3000 баллов сбоку. В общем, дорогие мои, плавайте вы в маркетинг-плане, и пока вы его знать не будете, и навряд ли у вас будут высокие звания. Хорошо, сейчас давайте задачу усложню. Я сейчас на данный момент в открытом звании дважды бриллиантовый директор. Скажите мне, сколько у меня групп в первой линии? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, смотрите, сколько вас не знает маркетинг-план. Молодцы, кто знает, да, 10, дважды бриллиантовый директор, это 10 групп в первой линии, 12 групп, это исполнительный, 8 групп, кто писал, это старший бриллиант, 6 групп, это бриллиант. Эх-эх-эх, да, дорогие мои, вы должны знать, лидер у вас, сколько групп ведет и вообще, что это означает, а не просто мой какой-то звание и звание. Вы должны все это понимать. Если вы хотите идти на бриллиантов, то вы должны знать, что бриллианты это 6 групп 22% в первой линии, то есть вы должны понимать, как вам нужно рекрутировать, как вам нужно с командой работать, чтобы успеть эти группы открывать, наращивать и так далее, а не зацикливаться только на директоре. Я всегда говорю, вот посмотрите, мы с вами сейчас посчитали за год купить холодильник за 200 тысяч путешествий, 500, и чего-то там еще, 500 на ремонт, да, и с учетом того, что 200 тысяч еще кому-то на жилебыли не хватает. И то, это нужно за год сделать звание старшего золотого директора. Старшего золотого директора, где 3 22% группы. А вы многие ставите себе в цель директор. Хочу директора за год. Да что вам даст этот директор? Что он вам даст? Просто задумайтесь, открывайте маркетинг-план, смотрите, какие где деньги зарабатываются и на что вам хватит этих денег. Ставьте цели выше, будьте амбициознее. Поэтому пропишите свои цели, посмотрите, погуглите, сколько это все стоит по деньгам. Просчитайте вот так все, и вы поймете реально, какое вы звание хотите. Если вы видите, что у вас выходит, там, я не знаю, там, исполнительный, которого надо сделать за год, исходя из ваших амбиций, да, то, естественно, конечно, вы можете себе срок поставить подольше, например, 2 года. В принципе, это реально за 2 года. Или 3 года, да. То есть, ну, вы уже будете понимать тогда, как вам нужно активнее рекрутировать и работать, а не просто я директора сделаю, а потом поставлю себе цель золотого сделать. Золотого сделаю, а потом поставлю цель себе сапфира сделать. Нет. Вы сейчас уже должны об этом задумываться. Да? Поняли? Дальше. У нас цели бывают по срокам. Краткосрочные. Вот сейчас мы с вами разбирали краткосрочную цель до 1 года. То есть энергия для действий сегодня. Вот вы сейчас прописываете себе какие-то краткосрочные цели на 1 год. И это вот на этот год, да, это вот энергия ваша сегодня. Как вы сегодня будете работать, образно говоря, то вы и получите ваш следующий год. Дальше. Среднесрочные цели – это от 1 до 5 лет. То есть съешь слона по частям. То есть на год ставим себе цель на 2, на 3, на 4, на 5, да. Либо вы можете поставить на год, потом сразу на 3, там, допустим, какую-то большую глобальную, там, возможно, это будет покупка квартиры. И там, допустим, на 5 лет плюс, там, я не знаю, шикарный какой-нибудь автомобиль добавить. Дальше. Долгосрочные. Вообще, Ира, цель директора у вас ни у кого не должна быть. Цель не должна быть директор. Если вы сюда пришли за пассивным доходом, цель директор вообще уберите у себя. Из-за того, что многие себе ставят цель директора, потом на этом директоре и застревают. Очень надолго. Потому что они могут переключиться дальше, переключиться дальше и пойти дальше на другие звания. Поэтому изначально у вас вот тут должно сидеть, что директор – это ерунда на самом деле. Там доходы не те, за которыми вы сюда пришли. Как минимум золото надо ставить. Я вам сейчас просто наглядно показала на какие-то элементарные вещи, и то нужен уже старший золотой директор за год. Дальше. И долгосрочные цели от 5 лет и выше. Вот. Для чего вообще нужно прописывать себе долгосрочные цели? Для чего они нужны? Для того, чтобы вам было легче преодолевать и проходить вот эти краткосрочные цели. Если будут какие-то там препятствия, да, но вы добились, допустим, через полгода и купили там себе холодильник, или через год там вы смогли на свои деньги поехать куда-то путешествовать, заработанный в компании Арифлейм, для вас это мотивация, для вас это такой, да, бальзам, бальзамчик, который вам помогает дальше двигаться, развиваться и идти, чтобы прийти к своей глобальной долгосрочной цели. Понятно? То есть вы должны понимать, сейчас многие, возможно, меня слышат, боже мой, на 5 лет вперед, что я там напишу? Да я вообще не знаю, что мне туда писать. На самом деле пишите обязательно, да. Тогда такую большую глобальную какую-то цель и преодолевая краткосрочные, у вас будет мотивация идти дальше на долгосрочную. Самый большой вопрос, да, как? Как с нуля? Вот сейчас у нас много новичков. Как же прийти к этим заветным 22% к директорским? Хотя опять повторюсь, что цель не директор должна быть. Но тем не менее, да. Бульнара, не обязательно расписывать очень много целей на 5 лет. Напишите какую-то одну глобальную. Какую-то большую, дорогостоящую, глобальную одну цель. Первый из китов, все вы знаете, это, конечно, активный рекрутинг. Без него никуда. Очень хороший пример с бассейном. Не один раз я уже его показывала. То есть если у вас рекрутирование в команде, оно должно быть больше, чем количество ушедших консультантов в спячку. Если у вас бассейн не наполняется, а из него при этом выливаются там люди, сливаются у вас, уходят, перестают работать, еще что-то, то есть ваш бассейн пустеет, а вы туда больше ничего не вливаете, он постепенно высохнет. В нашем бизнесе это что? В нашем бизнесе это значит, что вы упадете на ноль. Поэтому очень важно каждый день себе брать за правила и не ложиться спать, когда не будет одна регистрация в день. Вы очень многие игнорируете это. Ай, ладно, нет сегодня регистрации, не страшно, завтра будет. Ай, завтра нет, не страшно, послезавтра будет. Вот я по такому принципу не работала. Все, кто давно меня знают, да, давно со мной работают, знают, что я была практически постоянным победителем в конкурсе у нашего вышестоящего лидера, да, Илоны Сухоруковой, по личным регистрациям. Потому что вот мне сказали на вебинарах, у вас должен быть один ориентир, одна регистрация в день для роста, все. И вот пока я ее не сделаю, я не знаю, десятую дожималку я людям вышлю, но я его зарекрутирую и потом иду спокойно спать, понимаете? И рекрутинг это сердце нашего бизнеса. Если не будет рекрутинга, ну что, если сердце у человека становится, он что сделает? Умрет, то же самое. Если не будет рекрутинга, бассейн аж высохнет, и в автомобиле я не знаю, что там самое главное. Вот если то же самое сломается, все, автомобиль встанет. Так же и тут. Рекрутинг – это сердце нашего бизнеса. Поймите вы это. Максимально свое время, каждый день вы должны уделять рекрутингу. Именно рекрутингу, конкретные действия для каждого новичка. Создать форму регистрации, что важно для рекрутинга. Пройти успешный старт из пяти занятий. Очень важно, потому что у кого-то можно будет больше, у кого-то меньше, потому что здесь разные директорские команды, у кого-то это на сайте, у кого-то это в личку вам ваши лидеры, спонсоры, кураторы дают эти задания. Но тем не менее, вот те задания, успешный старт, которые есть, вы их обязательно должны пройти, понять, систему. Подавать каждый день объявления, кто выбрал этот метод рекрутирования. Кто там в Инстаграме. Вот вообще тысяча – это самый минимум. В идеале, если вы делаете в день 2-3 тысячи подписок. Вот тогда какой-то результат будет. Плюс еще лайки, плюс еще комментарии. Те, кто работают в ВКонтакте, то же самое. Надо приглашать людей минимум тысячу, плюс делать лайки. Взять какие-то комментарии к фотографиям, чтобы привлекать на свою страницу внимания, где у вас будет развиваться личный бренд. Это все нужно делать в системе, каждый день. Нельзя сегодня приглашать, завтра нет. Сегодня приглашать, неделю не приглашать. Не будет от этого у вас результата. Мне многие девчата говорят, ну я делаю по мере возможности. Вот по мере возможности, пока вы делаете, вы так и растете. Поймите, это ваш бизнес. Если бы у вас был бы традиционный бизнес, вы бы не могли бы сегодня привезти, там, я не знаю, свой магазин, товар, который закончился, а потом месяц его не возите. Говорит, ну по мере возможности, потому что у меня нет возможности, нет у меня сейчас денег, нет у меня времени, мне ребенок там болеет или еще что-то. Да вы бы все равно выкрутились, нашли бы время, деньги, силы, и вы бы все равно сделали бы закуп товара и привезли. Иначе просто нет смысла в вашем магазине. Согласны? Поэтому и тут так. Не делайте себе, не находите себе вот этих отговорок, поймите, что это ваш бизнес. Каждый день регистрация, каждый день. Да? Все у меня слышат. Дальше. Изучить файл работы с возражениями. Это очень важно и очень нужно. Потому что зачастую, когда я читаю ваши собеседования, когда я слушаю ваши голосовые, вы не умеете отрабатывать возражения. Это говорит о чем? Что вы очень плохо почитали файлик работы с возражениями. Это говорит о том, что вы не почитали книгу Бухтиярова «Мастер работы с возражениями». Ребят, девчат, если мы вам это говорим, значит, это надо делать. Это надо делать. Не просто мы сидим, ай, да, лишь бы чем-нибудь их занять, пусть пойдут книгу почитать. Нет. Мы же заинтересованы все друг в друге, в вашем росте, я тоже. Поэтому если мы вам говорим, читайте, значит, это нужно читать. Если говорим, изучайте, значит, это нужно изучать. Пока у вас вот здесь это не отложится. Если говорим посещать вебинары, значит, их нужно посещать. Потому что на каждом вебинаре разные спикеры со своей подачей, со своей энергетикой вам что-то объясняют, и оно у вас откладывается в голове. Скажите, откладывается. И вы, возможно, слушаете какой-то вебинар, завтра у вас идет рекрутинг, вы проводите собеседование, и вы услышали фразу, которая была сказана именно на том вебинаре, и вы начинаете с помощью этой фразы отвечать. И вам это помогает, и человек регистрируется. Но если бы вы не были на этом вебинаре, возможно, вы бы так не ответили правильно. Поэтому это очень важно. С возражениями нужно уметь работать, учиться работать, если не получается. Потому что очень редко к нам в команду, в компанию идут люди, которые сразу, вы им написали одно сообщение, или одно голосовое отправили, или позвонили, они им сразу говорят, да, регистрируют. Согласитесь? Ну, это очень редко. Обычно мы отрабатываем кучу-кучу возражений, да. И чем легче вы будете их отрабатывать своими словами, не шаблонами, тем будет лучше. Дальше. И разобраться в маркетинг-плане, да. Я, как чувствовала, написала, потому что вижу сейчас ошибки, не все знают маркетинг-план, поэтому посмотрите, что означают звания наши. Да. Второй момент, как же выйти с нуля на 22%, это меняем магазин, да. Суть проекта – личное потребление. Кто хочет, тот продает, кто не хочет, не заставляем. Кто хочет научиться, учим. Меняем магазин, обычный супермаркет на продукцию Арифлейм. Покупаем здесь со скидкой от 20%, да, кто в «Премьер-клубе» 32%, распродажи 70-80%, еще от этих распродаж снова минус 20% скидка. Кто растет по уровням, зарабатывая деньги от 3 до 20%, получает еще свою объемную скидку деньгами, у вас еще эта скидочка списывается. В итоге вы делаете свои заказы очень выгодно, да, экономите семейный бюджет и еще зарабатываете деньги. Ну и, конечно, очень важное обучение. Вот еще раз повторюсь, для новичков курс «Успешный старт», для лидеров – это вип-клуб, посещение онлайн-встреч, вебинаров, изучение инструкций на сайте, изучение инструкций в письмах рассылки, которые мы вам даем, изучение инструкций на успешном старте, изучаем видеоразделы на командном канале YouTube. Это либо у меня, либо у вашего директора, да. Помощь вышестоящих спонсоров и присоединение в командные чаты в WhatsApp. В принципе, вы просто задумаетесь, насколько у нас удобный, доступный и простой бизнес. Мы сидим онлайн все, вот сейчас, да, сколько у вас человек в комнате. Все мы с вами из разных городов и даже из разных стран, но тем не менее вы меня слышите, вы меня видите, и вы в этом бизнесе. И все настолько автоматизировано, в интернете миллионы людей, личные кабинеты у нас есть, компания полностью взяла на себя все, да, и доставку продукции, и бухгалтерию, и хранение, логистику, информационно полностью у нас все, все, все дает, все отчеты дает, инфлисты дает, отчеты по структуре дает, за нас доходы все там все просчитывается, все дает. Вот, если бы был бы традиционный бизнес, вы представляете, какой бы штат сотрудников у нас сидел, которым нужно было заплатить. Здесь вы никому ничего не платите, но компания вам это дает, просто поймите это, и если вы это поняли, это здорово, ваша задача теперь просто с таким же энтузиазмом, позитивом доносить это до других людей и качественно учиться отрабатывать возражения. Вот эта табличка, да, как скоро вы выйдете на доход от 100 тысяч тенге, я ее зачитывать не буду, я думаю, каждый из вас уже ее видел не один раз. Просто, возможно, кто-то ее еще не допонял. Очень важно, чтобы вы ее допоняли, да, действительно, какая сумма у вас уходит на заказы, если вы делаете 150 бонус-баллов, какая сумма вам начисляется, насколько меньше каждый будет заказ у вас по оплате, с каждым последующим каталогом, если вы будете расти по лестнице успеха, и достаточно найти, вообще скажите мне, чтобы стать золотым директором, сколько вам вообще нужно найти людей? Чтобы стать золотым директором, сколько вам нужно людей? Правильно. Умнички те, кто написали двое. Умницы. Почему двое, да, но при этом говорим рекрутировать каждый день? Потому что нам нужны два человека, но это не означает, что две регистрации мы должны сделать. Нам нужны два человека, но которые грамотные, амбициозные, ваши будут ключевые партнеры, впоследствии станут вашими лидерами, но с которыми вы будете работать. Они пойдут дальше работать со своими и так далее, и так далее, будут своих ключевых находить. Но вы работаете именно целенаправленно, берете лидеров в ветках и с ними работаете. Вот я вот так вот вспоминала, да, думала, вот у меня сейчас команда многотысячная. Ну, вы, естественно, понимаете, что я не могу работать с десяткой, с десятками тысяч людей, которые в команде, да, сейчас. И вот я вспоминаю, вот, наверное, личное мое плотное сопровождение, вот прям очень-очень плотное, было, наверное, может быть, человек 30, может быть, человек 40, это максимум, понимаете? То есть которых вот я прям брала, сопровождала, объясняла, показывала, рассказывала, помогала, изъясняла, вот прям вот на плотной поддержке за все мое время работы. Это не сложно, просто я точечно выбираю этих людей, и вы будете этому учиться, выявлять ключевых партнеров, и именно их сопровождать, и именно из ключевых партнеров выращивать лидеров. Тогда ваш бизнес пойдет в гору. Если вы будете один растачиваться на все, я лучше всех сделаю, я умею этот, не умеют, я сделаю за него, бизнес ваш будет стоять. Поэтому это тоже очень важный момент в нашем бизнесе, но не буду сейчас в это углубляться, не тема планерки, да. Так вот, внимательно изучите вот эти таблички, это была для Казахстана, сейчас покажу для России, да, как зарабатывать от 20 тысяч рублей. И то же самое, поймите, просчитайте, вот, как вам выгодно расти, вам выгодно, да, чтобы люди сделали 150 и рекрутировали, а чтобы они научились рекрутировать, они должны обучаться. Поэтому в ваших интересах самим посещать обучение и приглашать туда всех своих партнеров и новичков. В ваших интересах обучать их рекрутированию, в ваших интересах их координировать в действиях, помогать им, читать их переписки с кандидатами, читать их голосовые, смотреть, что неправильно. Они просто, как дела, рекрутируешь? А, ну, ладно, рекрутирую. Как дела, рекрутируешь? А, ну, ладно, что там, как, заказ сделай? А, ну, ладно, молодец. Нет, вы должны все, все человеку помогать, координировать, спрашивать, что не получается. оттачивать, учить, навыки свои передавать, только тогда в ваших командах будут вырастать лидеры и будет идти параллельно процесс рекрутирования и заказов, и тогда вы будете активно расти. Очень многие не верят в себя, в свои силы, и поэтому я сегодня решила вам напомнить такие простые вещи. Уолт Дисней был уволен из газеты за недостатком идей. Подумайте об этом. Хотя сейчас на самом деле какой-то человек. Менделеев имел тройку по химии, но все вы знаете известную таблицу Менделеева по химии, но при этом он имел тройку по химии. Энштейн не говорил до 4 лет. Его учитель характеризовал как умственно отсталого человека. Поэтому, когда вам кажется, что у вас ничего не получается, всегда вспоминайте об этом. потому что, опять же повторюсь, с чего я начинала свой вебинар, очень важно, какую установку вы сами себе даете. Этим людям говорили, что они отсталые, да, у них были тройки, но это не помешало им стать великими людьми, которых знает весь мир. Согласны со мной? Я сейчас не говорю, чтобы вы были Энштейнами, да, и, возможно, там у вас сидит какой-то Энштейн, но просто если такие люди, да, имеют такие результаты какие-то в своей жизни, пришли к такому мировому признанию, то меня вообще слышно, не вижу ничего, или опять меня не слышно, меня выбило, то я до этого сидела, говорила, говорила, а потом, оказывается, меня из комнаты выбило. Не слышно? То вы должны понимать, надеюсь, что слышно, да, то вы должны понимать, что все в ваших руках и все в вашей голове, и поэтому, когда что-то не получается, всегда вспоминайте об этом, да, никогда не бросайте то, в чем до конца не разобрались. Как у нас бывает? Новички пришли, ой, тяжело, ой, вебинар час идет, ой, сложно, да что сложного, посидеть, послушать вебинар и в это же время там покушать или кушать дома приготовить, несложно, абсолютно несложно, гораздо сложнее с утра до вечера быть на работе, ходить по найму в любую погоду, вот сейчас у нас был, да, на севере по минус 35 градусов мороз, люди ходили на работу, а мы довольные, спали дома и никуда не ходили, да, садились в тепле, в уюте и выпивали чашечку горячего кофе, чая, да, как многие пишут посты, и сидели и работали, да, вот так вот, не выходя из дома по морозам и никаких начальников и будильников. Важно думать, что это все реально, вот очень важно, чтобы вы подумали, что, не то, что подумали, а вы поверили в это, потому что пока вы не будете верить, пока в вашей голове будут тараканы, у вас так тараканы будут вас съедать, и вот это вот, вы начнете то так, то делать, то не делать, то ли мое, то ли не мое, из-за этого действий систематичных нет, а когда нет систематичных действий, нет результата. Ну и, конечно же, нужно инвестировать свое время, это очень важно, вы должны понимать, что бизнес просто так ни у кого не строится, нужно инвестировать свое время, быть позитивным, я об этом уже говорила, прислушиваться к спонсорам, плохого они вам не пожелают, меняться, учиться, исправлять свои ошибки, не обижаться на это, не обижайтесь, когда я вам делаю ошибку, то, что замечания, да, говорю о каких-то ошибках, это нормально, потому что, если я вам этого не буду говорить, кто вам скажет, если не я, вот, поэтому не обижаемся, просто принимаем во внимание, конечно, имеем свои цели, планируем, мечты переводим в цели, и растем, да, когда вы мечты переводите в цели, вы понимаете, какое звание вам нужно сделать, вы действительно растете, не тот слайдик включила, и сегодня я хочу вам прочитать сейчас стих, у нас сегодня очень интересный вебинар, но этот стих относится именно к сегодняшней теме вебинара, я сейчас переключусь на другую вкладочку, у меня здесь в комнате не будет, но надеюсь, меня будет слышно, как прочитаю, закончу, я вернусь, я хочу, чтобы вы все это послушали, ну, и потом, что-то свое, наверное, написали в этом чате, договорились вам? Все, я пошла читать. Так, я сосредоточилась, такой стих, что вы говорите детям, наставляя их в пути, вон богатым солнце светит, мы с тобой, бедняки, не проси сегодня много, кошелек сегодня пуст, есть на хлеб и на дорогу, что в глазах ребенка, грусть, и за что такая мама мне досталась, не пойму, хотя нет, она старалась, дай тебя я обниму, мама, ты не плачь, не думай, что обиду я таю, бабушка дала изюма, вместо торта пожую, ты за что поешь одежду, ты умеешь что сказать, и без велика, как прежде, буду по двору гулять, дети очень любят маму, хоть богата, хоть бедна, есть бананов килограммы, или булочка одна, но возможно ли смириться, с тем, что голоден, малыш, с тем, что он сказать боится, о своих мечтах, молчишь, слов не надо, просто вспомни, свои детские мечты, для своих детей, исполни, то, о чем мечтала ты, поговорите с вашими детьми, пускай поделятся мечтой заветной, и вы поймете, что сейчас нашли на главные вопросы, все ответы, зачем вам жизнь, так важно изменить, зачем к успеху, стоит вам стремиться, сказать люблю, ведь проще, чем любить, а может быть вам стоит поучиться, у тех, кто дарит детям их мечты, не объясняя, знаешь, на зарплату, я не могу купить, что хочешь ты, и я, и в этом я родной, не виновата, я как и вы, учусь дарить любовь, да, это верно, что не в деньгах счастье, но говоря ребенку, вновь и вновь, нет, не могу, прости, не в моей власти, вы вряд ли счастье испытаете миг, и ваше сердце болью отозвалось, порою вы срываетесь на крик, я не смогла, но знаешь, я старалась, не надрывайте душу вы виной, да, вы действительно, ни в чем не виноваты, просто к счастью, путь ведет иной, тот мостик, от зарплаты до зарплаты, сожгите, и не стоит сожалеть, что он сгорел так быстро, незаметно, я верю, стоит все-таки прозреть, чтобы сделать жизнь, детей, мечтой заветной, я вернулась, чуть не расплакалась, я когда его первый раз читала, ревела, но постаралась сегодня собраться для вас, я думаю, что вот я пока читала, у меня вот прям мурашки по коже, и действительно, этот стих отображает очень многое в нашей жизни, и я хочу, чтобы вы действительно сожгли тот мостик, от зарплаты до зарплаты, поверили, поняли, все перспективы, всю суть, и после этого стиха, после этого вебинара, вы действительно сели, прописали свои цели, прописали свои мечты, задумались о своих детях, родных, близких, родителях, я напишу обязательно стих в чат, просто я хочу, чтобы ваши мечты, и мечты ваших родных действительно стали осуществляться, поэтому думайте чаще об этом, вспоминайте об этом, и для этого как раз таки нужно прописывать,